15 случаев гриппа зарегистрировано в Нижнем Тагиле за январь. 5 человек заболели свиным гриппом, остальные заразились штаммом А3. С симптомами ОРВИ в городскую поликлинику номер 4 ежедневно обращаются порядка 200 тагильчан. В течение этой недели увеличилось количество пациентов, обратившихся с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. В сравнении с прошлым годом этот рост отмечается на 10%. В основном обращаются пациенты с заболеваниями ОРВИ. Грипп в поликлинике мы еще пока не регистрируем. По словам Жанны Климовой, за январь отмечено 18 случаев осложнения острыми респираторными заболеваниями. Главная опасность, говорят врачи, в том, что у ОРВИ, свиного гриппа и кори – одинаковые симптомы. Начинается все с общего недомогания. Может появиться фибрильная температура, может появиться першение в горле. Заложенность носа. А какие первые симптомы кори? А то же самое. Может быть недомогание, субфибрильная температура, заложенность в горло. Ну а потом присоединяется залезно-популезная сыпь. Сыпь появляется на третьи и четвертые сутки после заболевания. Сначала на лице, потом на шее и постепенно покрывает все тело. По словам врачей, определенных лекарств против кори нет. Единственный и надежный способ не заразиться – прививка. Существует вот клиндарь прививок, он есть. Вот такая штука. И будем говорить, соблюдать его надо. И когда говорят, что подошел ваш срок прививаться, надо приходить и прививаться. Многие тагильчане не только прививаются, но и поддерживают иммунитет народными средствами. В бруснику пью чай, потом с медом. На сварку лечу, вот промываю солью, полстакана водички и такая комнатная температура. Одну нос закрываешь и это самое, как им, чайничком льешь, другой выливается. Вот так промываю нос. Дома ромашку на ночь завариваю этот самый чай очень хорошо. И от горла, и от кашля, и в общем-то он очень полезный. Принимаем лимоны, корень имбиря чай делаем. Ну и свои у нас постоянно. Малина, смородина, все это есть. Медики напоминают, методы профилактики просты, но эффективны. Важно избегать массовых скоплений людей, пользоваться маской, мыть руки. Ну а если заболели, обязательно обращайтесь к врачу.